Время новостей на канале Абаза. В студии Несса Дубинина. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Встреча, которая назрела давно. Оппозиция предложила президенту отправить в отставку правительство, генпрокурора и некоторых глав администрации. Разговор с ветераном. Близится праздник Великой Победы. Итальянцы в Абхазии. Делегация города Тартоли побывала в Гагре. Сегодня в администрации президента состоялась встреча Александра Анкваба с членами Координационного совета политических партий и общественных организаций Абхазии. От имени Координационного совета Рауль Хаджимба характеризовал ситуацию в стране кризисной и для выхода из сложившейся ситуации на их взгляд передал предложение. В случае невыполнения вышеизложенных требований Координационный совет выступит инициатором проведения всенародного схода с вопросом об отставке президента. Александр Анкваб подтверждает свою готовность к конструктивному диалогу со всеми политическими силами и общественными организациями. Вместе с тем, предъявление подобных ультимативных требований считает неприемлемым и непродуктивным, сообщает Управление информации при президенте. О сути предложения оппозиции президенту члены Координационного совета рассказали на пресс-конференции, составшейся сегодня в Сухуме. 5 мая – это дата, до которой, по словам представителей Координационного совета, они будут ждать от президента ответа на предложения и определенных действий в направлении их осуществления. Рустам Зонтария расскажет подробности. Встреча, которая назрела давно, так охарактеризовали разговор с Александром Анквабом представители Координационного совета партии и общественных организаций. Впрочем, как пояснили члены КС, диалога как такового не вышла. Хотя на встрече присутствовали, кроме главы государства, практически все члены Совета безопасности республики. Президенту был представлен пакет реформ, необходимых для вывода страны из кризиса. Требования оппозиции озвучил на пресс-конференции руководитель штаба Координационного совета, председатель партии и форум Народного единства Абхазии Рауль Хаджимба. Первое. Президент отправляет в отставку кабинет министров в полном составе и формируется правительство национального доверия. На должность премьер-министра назначается кандидатура, предложенная оппозиционными силами. Кадровый состав кабинета министров формируется непосредственно, без какого-либо давления со стороны, кого бы это ни было, самим премьер-министром. В течение месяца формируется и согласовывается пакет предложений, о которых мы часто говорим, о передаче части полномочий президента в парламенту и кабинету министров. Это основной вопрос, который, говорится, стоит во главу угла всех наших требований. Президент, с учетом того, что с 18 сентября 2013 года не предпринял никаких шагов по проблематике, связанной с ситуацией по незаконной выдаче паспортов в трех районах Абхазии, должен принять решение об отставке генерального прокурора. Это наша требова. Также президент должен отправить в отставку, то есть снять с должностей руководителей глав администрации Творчалского, Галского и Ачимчирского районов. И последний пункт, который мы заложили в своем требовании, в случае невыполнения вышеизложенных предложений, требований, мы оставляем за собой право обратиться к народу, а мы уже это сделали, и мы готовим всеобщий, всенациональный наш сход, на который будут приглашены все представители региона в Абхазии. И я надеюсь на то, что результат этого схода будет полезен для всего нашего народа. 5 мая, именно до этого дня, как отметил Рауль Хаджимба, оппозиция ждет от президента выполнения предъявленных требований. В ином случае, говорят они, будет проведен всенародный сход. Основной вопрос которого, по словам руководителя общегражданского союза за закон стабильности демократию, Леонида Дзапшба, отставка главы государства. Мы вчера, сегодня и завтра готовились и готовим к всенародному сходу. И там один вопрос будет стоять. Только один вопрос. Отставка президента нынешнего. При этом, как отмечают представители КС, смена власти далеко не самоцелена. И даже для осуществления такого сценария не будет допущено никаких противоправных действий. Главное, к чему стремится Координационный совет, по словам его руководителей, Это реформы, которые выведут страну из внутриполитического, экономического, системного кризиса. Мы говорили о том, что как инструмент нам нужна ротация кадров, в частности в кабинете министров, где ни по одному из направлений нет результатов. Мы говорили о том, что как правовое обеспечение нам необходимо реформирование системы власти. Если мы выиграли войну, но способны проиграть миром, это исходит из того, когда нет поступательного движения вперед на фоне стран наш окружающих, которые двигаются семимильными шагами. И это правда. Все, что сегодня требуем мы, требовал сам Анкваб в 2004 году, заметил Виталий Габния. Как пояснил Рауль Хаджимба, главный вопрос предстоящих реформ – это достижение баланса ветвей власти. Перераспределение полномочий. Без этого никаких продвижений не будет. Узурпировать власть одному человеку не положено никому. У нас есть эти предложения, мы о них говорили, мы озвучивали, и мы считаем, что мы реально должны довести это до конца. Мы говорим о том, что премьер-министр должен назначать, предлагать кандидатуры свои, которые будут работать вместе с ним на предмет исправления тех уже сложившихся, самых худших положений в нашей стране. Как не раз отмечалось в ходе пресс-конференции, КС не ставит своей целью изменения политического строя страны. Абхазия по-прежнему останется президентской республикой. Однако полномочия главы государства должны быть сбалансированы. «Мы не революционеры, мы государственники», – подчеркнул в своем выступлении один из руководителей общественного движения Ахитса Ахрабжания. По его мнению, в будущее правительства национального доверия должны войти в первую очередь профессионалы, которые будут генерировать позитивные изменения в обществе. «Мы даем еще один шанс руководству страны пойти по пути реформ», – заключил председатель Народной партии Якуб Лакоба. Тем временем президент Александр Анкваб ознакомил с предложениями Координационного совета членов правительства, руководства парламента, представителей политической партии Амцехара, общественность. Во вторник, 6 мая, состоится встреча президента с расширенным активом политической партии Амцехара. Встреча с президентом с представителями Амцехара должна была состояться в конце ноября прошлого года, но была перенесена в связи с ситуацией в Скорчале, где произошла вспышка инвекционных заболеваний, сообщает Управление информацией при президенте. 30 апреля состоится очередное заседание сессии Народного собрания Парламента Республики Абхазия, на повестке дня которого около 10 вопросов. Депутаты рассмотрят законопроекты, в частности, об основах бюджетного устройства, бюджетного процесса в республике, об инвестиционной деятельности, о внесении изменений в закон о недрах, о проекте закона, о приватизации и другие вопросы. Близится Великий День Победы. 68 лет прошло, как завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. С каждым годом участников Великой Отечественной войны становится все меньше. Самым молодым ветеранам в этом году исполнится уже 90. Но многие из них все еще бодры и охотно рассказывают о событиях всех страшных лет. Наши корреспонденты побывали в гостях у одного из ветеранов – Мекки Андреевича Кирия. Репортаж Мариан Котовой. Мекке Андреевичу Кирия чуть более 92 лет. И только два последних года он не работает. Нет сил добираться до Абхазского государственного университета, где он преподавал математику. Его научный преподавательский путь начался, можно сказать, еще до начала Великой Отечественной войны. Не успел сдать первокурсник Мекки Кирия последний экзамен летней сессии, как получил повестку. На фронт. Но не прошел медкомиссию. Говорят, сядь вот здесь. Значит, бил стул, вот такой, мне посадили. И крутанули стул. Десять или пять оборотов сделают. И потом мне говорят, и остановили. Встань. Я встал и упал. Как он потом узнал, тогда набирали десантников. Все, кто прошел тест на координацию, погибли в Керчи. Это, оказывается, брали на десантник. А вот этот веступулярный аппарат у меня, оказывается, не сильный, плохой. Понимаете? А эти бедные, которые вот они потом нашли, из нашей инвестиции, ни один из них не вернулся. В 43-м Мекке Андреевича призвали снова. Отправили в Баку в танковые войска радистам. В конце 43-го года получили в Баку американский танк М4А2. Внешне был очень красивый, высокий, внутри тоже обделка очень хорошая. Но для войны был очень непригодный. Во-первых, работал на авиационном бензине. Во-вторых, вооружение было слабое. В Туле, куда направилось подразделение Мекки Кирия, танк его команде поменяли. Они пересели на британскую машину под названием «Валентин». И уже на нем приняли первый бой уже в Украине. Средние тяжелые танки первый рубеж разрывали, а потом и дальше развивали атаку. В Висле. Танк, где радистом командира роты служил Мекки Кирия, подбили при взятии железнодорожного узла. Только после этого они пересели на советский танк. Рано утром мы пришли и пошли в бой. В 6 часов утра. Наш танк подбили. Командира роты Башнера убили. Я остался живым. После этого боя нам дали советский танк Т-34. На Т-34 команда отправилась в Будапешт, где еще раз в ходе наступательной операции чудом Мекки Кирия удалось спастись. «После 3-4 часа боя наш танк подбили. Уже к вечеру было. Механик-водитель и я остались живым. А командир взвода и башнер убили. То есть прямо попадание в башню. И насквозь пробило». Как сегодня вспоминает Мекки Андреевич, многие солдаты предчувствовали свою гибель. Это было видно и по их настроению, и по их поведению. «Командир роты подошел и нам сказал, что нам надо мост пройти. А вероятность того, что немцы этот мост заминировали, большой. Заряжающий был молодой парень. Карпухин фамилия была. Он чувствовал, что что-то случится. И он нервничал очень. И вот пошли мы в бой. Около 40 снарядов. Наверное, снарядов 25-30 потратили. И потом Заряжающий кричит. «Справа Фердинанд, права Фердинанд». Очень кричит так уже. А кушка наша направлена влево. А им надо повернуть 30-40 градусов. А это время нужно. Василий, наверное, третий раз сказал. Право, право и так дальше. И вот третий раз сказал. И представляете, вот такая старшина броги. Это один и на скоте пробивает. После такого большого удара и вдруг тишина. Никого нет. Этот Карпохин предчувствовал это. Понимаете, почему я... У меня и не раз под глаза это, что как он кричал, кричал. После этого случая Микки Андреевича отправили на полтора месяца в Тулу. Вернувшись в Венгрию, своей танковой части он не застал. Его определили в другую. Также радистом. Командиру роты. Но поучаствовать в боях с новыми товарищами ему не довелось. Перед готовящимся наступлением на место их дислокации вражеские войска нанесли удар. Микки Андреевича ранило. Пришел в это участие. Там механик мне говорит. Завтра нам надо будет пойти в бой. Где-то масло протыкает. Я полез там под машину, чтобы узнать, там где масло. Надо лук открыть внизу. А я вот там рычаги исправлю. Я полез. Какой-то выстрел. Механик кричит оттуда. Жил ты, жив. Я кричал, наверное, что не могу выйти. В общем, вытащили меня из танка, из машины. Сразу в санитарную часть позвали, погрузили меня и повезли в госпиталь. Уже после Дня Победы с ноги молодого солдата сняли гипс. Но не демобилизовали. А отправили в Иран, где он прослужил еще два года. Только в 1947 году Микки Кирия продолжил учебу на физико-математическом факультете Тбилисского университета. Много лет отработал в Сухомской женской школе, затем в Горано. Преподавательскую деятельность Микки Андреевич завершил в АГУ. В возрасте 90 лет. Хотя официально не уволен. И многие до сих пор ждут, что он хотя бы несколько часов в неделю сможет посвящать студентам. Мариана Котова, Эдуард Таракелян, Абаза ТВ. К событиям на Украине. Народный депутат от партии регионов Олег Царев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Украины и призвал к их бойкоту. Царев также призвал сняться с выборов остальных кандидатов президента, базовый электорат которых, по его мнению, находится на юго-востоке. Петра Симоненко, Михаила Добкина, Сергея Тегибко и Рената Кузьмина. По мнению Царева, участвуя в этих выборах, кандидаты только подыгрывают незаконной власти, тем самым легитимизируют ее. Санкции против россиян, которых Совет ЕС накануне включил в дополнительный черный список, задействия якобы подрывающей или урожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, начали действовать во вторник. В расширенный санкционный список вошли наряду с другими вице-премьер Дмитрий Козак, постпредпрезидента в Крымском федеральном округе Олег Беловинцев, вице-спикер Госдумы Людмила Швецова, начальник генштаба Валерий Герасимов и начальник групп генштаба Игорь Сергун. Внеплановый семинар по проблеме дорожного травматизма детей прошел сегодня во второй Сухумской средней школе. Обменяться мнениями сюда пришли директоры различных столичных школ республики, их заместители по внеклассной работе, представители управления образования администрации Сухума и государственной автоинспекции Абхазии. Было предложено в школьную программу ввести предмет по охране безопасности жизнедеятельности. Репортаж Елена Лолуа. В мире в автомобильных авариях ежегодно гибнет около миллиона человек. Еще около 50 миллионов получают травмы или становятся инвалидами. Среди жертв аварии есть и дети. Статистика по ДТП в Абхазии тоже неутешительная. Как обезопасить детей от аварий на дорогах республики? Как научить их правилам дорожного движения? Как сформировать у ребенка принципы безопасного поведения на дорогах? На эти и другие вопросы должны ответить взрослые. Управление образования администрации Сухума ежегодно проводит различные мероприятия на тему безопасности на дорогах. Организаторы этого семинара предложили школам проводить для детей младших классов обучающие сценки, подобные этой. Обратить стоящий автопу успехи? Запрещается! Выбегать и играть на проезжей части? Запрещается! Уважать правила движения? Запрещается! А для старшеклассников – викторины, олимпиады и соревнования. При управлении образованием администрации Сухума создана рабочая группа по проблеме безопасности детей на дорогах. Ей принадлежит идея вести в школах республики предмет по охране безопасности жизнедеятельности. Мы вышли в министерство образования с предложением ввести с нового учебного года новый предмет ОБЖ – охрана безопасности жизнедеятельности. Потому что все разовые мероприятия, которые проводятся в школах, они во всех школах проводятся. Бывают предметные недели по правилам дорожного движения, отдельные мероприятия, беседы на классных часах и так далее. Но мы считаем, что это недостаточно. Мы должны учить не только детей, мы должны в тесном контакте работать с родителями, работать с сотрудниками ГИБДД, работать с самими педагогами, чтобы они смогли правильно, грамотно научить детям безопасному движению на дорогах. Может возникнуть вопрос, а кто будет преподавать этот предмет? Для этого в период летних каникул предлагается провести курсы по подготовке специалистов. Начальник управления образования администрации Сухума Станда Таркел сказала, что в школах проводятся обучающие занятия по правилам дорожного движения, но, как показывает практика, этого недостаточно. Мы видим, что очень много транспортных происшествий и культуры на дорогах. Мы обращаемся, сегодня проводим круглый стол, семинар на тему по правилам дорожного движения на начало учебного года, как глубоко охватить все моменты, те моменты, которые упущены, для того, чтобы воспитывать в дошкольных учреждениях, и вообще образовательных школах в этом направлении были приглашены специалисты, которые тоже скажут свое мнение. Очень много было в течение года совместных работ, которые мы проводили в школах и в дошкольных учреждениях. Переход дороги в неустановленном месте, пренебрежение сигналами светофора, движение по проезжей части, даже если есть тротуары, это из перечня самых распространенных видов нарушений ПДД пешеходами. По словам директора 2-й Сухумской средней школы Ирины Павирскер, культуре поведения на дорогах нужно обучать не только детей, но и их родителей. Почти каждое утро приходится наблюдать, как у школ дети без сопровождения родителей перебегают оживленные участки улиц, рискуя попасть под колеса автомобиля. Вот почему крайне важно обучить детей поведению на дорогах. В Гагре побывала делегация из итальянского города Тартоли. Это уже третий визит гостей, во время которого стороны подписали протокол о намерениях. О перспективах сотрудничества между Гагрой и Тартоли рассказывает Лаура Шарова. Глава администрации Гагрского района Григорий Еник принял делегацию из итальянского города Тартоли. В прошлом году в июне представители администрации Гагрского района побывали в Италии, где предварительно договорились о сотрудничестве в тех областях экономики и культуры, которые будут полезны обеим сторонам. В составе гостей Маура Мурджи, официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Абхазия в Италии, и Рока Мелони, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Фарос. Во встрече приняли участие заместители главы администрации Гагрского района и начальник управления по курортам и туризму. Стороны обсудили детали будущих проектов, которые имеют большие перспективы на будущее. В частности, это долгосрочные проекты в области сельскохозяйственного производства пищи, оливкового масла и сыра, ресторанный бизнес, производство минеральной воды, налаживание логистики, направленные на ввозовые воспродукции итальянских производителей. Стороны обсудили возможность расширить сферу обслуживания населения и гостей, создавая мини-химчистки, прачечные, пекарни, выпускать продукцию для туристической сферы от одежды шезлонгов до сувениров. Можно с уверенностью сказать, что развитие таких отношений позволит создать новые рабочие места. И обеспечить теми видами товаров и продуктов, которых не достает на абхазском рынке. Встреча получилась плодотворной. Итогом ее стала церемония подписания протокола о намерениях, которым стороны прописали свои обязательства и заверения. Рока Мелони считает, что у такого доброго начинания большие перспективы. В первую очередь, это очень красивая страна. И что нам больше всего нравится, что она настолько похожа на Сардинию, откуда мы приехали. Встретились здесь, они еще более красивые, чем сама по себе страна. Потому что они хорошие, они деловые, с ними приятно общаться. Это в самом деле народ самый красивый, чем страна. Я занимаюсь бизнесом, всегда в бизнес хочется вкладывать частичку своей души. И нам очень понравилось, что здесь можно сочетать и то, и другое. И чтобы и душе было хорошо, и делом заниматься. Я не являюсь представителем мультинациональных корпораций. Я средний бизнесмен, который, когда занимается делом, думает и о том, чтобы и моей семье было хорошо, и о том, чтобы семьям тех, с кем я занимаюсь бизнесом, тоже было хорошо. Очень приятно найти здесь, мы не привезли сюда огромные капиталы. Мы хотим привезти сюда наши знания, некоторые технологии, и заниматься делом, чтобы это было в обоюдных интересах и вашего народа, и нашего. Вы знаете, что вот я отец, рядом стоит мой сын. Да, у нас нынче туристический бизнес, у нас есть всякое возможное производство различных вещей. Но я не забываю, что мой папа был пастухом, Оспас, там на Сардинии, в Гаре. И то бишь его дедушка. И наши прадедушки, они всего лишь занимались разведением пост. Так вот, никогда нельзя забывать о своих корнях настоящих, и помнить, и делать все, глядя в будущее, не забывая о прошлом и уважая свою историю, что мы увидели в вашем народе, когда посетили. Вы знаете, что делать в том, что вот наши подобные визиты, наше желание работать, развивать отношения, они рано или поздно подтолкнут, конечно, и правительство той же Италии, для того, чтобы... Потому что вот именно человеческие взаимоотношения рано или поздно, они подвигают и правительство на определенные шаги. Но со своей стороны, вот не отвечая за правительство, видите, я приехал сюда, итальянец, сардинец, и дружба между нашими народами, она в конце концов приведет и к каким-то последующим политическим шагам, обязательно. В довоенный период у городов Абхазии были города-побратимы в Италии. Делегация из Абхазии принимала участие в выставках в Генуе. Все возвращается на круги своя. Итальянцы, так же, как их предки, хотят торговать, дружить и обмениваться культурными ценностями с Абхазией. И начало этому уже положено. Лаура Шарова, Игорь Абдарахманов, Абаза ТВ. 30 апреля Алиса Гизба примет участие в музыкальном фестивале русского и зарубежного музыкального модерна. Фестиваль проводится в Москве при поддержке Министерства культуры России в рамках выставки «Музыкальная династия Крен и Ко» в музее Сергея Прокофьева. В программе фестиваля произведения русского и зарубежного музыкального модерна и авангарда 1920-х, а также лучшие из камерных произведений советских классиков. Солистка Геликон-оперы, заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии Алиса Гизба будет представлять зарубежную музыку и исполнит произведения Равеля и Шонберга. Сейчас о событиях в истории Абхазии, связанных с днем 29 апреля. 29 апреля 2003 года парламент Абхазии в первом чтении принял проект Конституционного закона «Порядки принятия и вступления в силу поправок Конституции Республики Абхазия». 29 апреля 2008 года министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что наша страна готова подписать с Россией военные соглашения. 29 апреля 2008 года председатель Совета Федерации России, лидер политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Россия в случае необходимости намерена защищать своих граждан, проживающих в непризнанной тогда Республике Абхазия. 29 апреля 2008 года Россия заявила, что вынуждена увеличить число миротворцев в Абхазии из-за развития событий в зоне грузино-абхазского конфликта. 29 апреля 2010 года президент Абхазии Сергей Багабш запретил МВД Республики останавливать машины с российскими номерами, если они не нарушили правила дорожного движения. На Черное море без пересадок. РЖД запускает прямое сообщение между Псковом, Сочи, Адлером, Туапсой и Сухумом, сообщает Центр деловой информации Пскова. С июня у жителей Пскова появится возможность отправиться на Черноморское побережье на поезде без пересадок. Беспересадочный пласткартный вагон из Пскова до Сухума будет курсировать через день в летний период. На сайте РЖД данный маршрут пока не появился, но сервис Яндекс.Расписание уже предлагает приобрести билеты. Стоимость проезда составляет 4 646 рублей. Судя по данным Яндекса, на отдельные даты продано уже значительное число билетов. Завершение выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, 30 апреля в столице ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем плюс 23, ночью 17 градусов тепла, морская вода плюс 15. Выпуск новостей завершен. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова